Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Шадов, кандидат философских наук, абсолютный скептик, антисайентист, софист, там я не знаю, и много-много всего еще. Сегодня мы попробуем разобрать плохие аргументы от атеистов, да, против христианства там и религии вообще и так далее, так далее, так далее. А во-вторых, мы попытаемся ответить на главный вопрос, а как же надо аргументировать, чтобы это выглядело хорошо, соответственно. Прежде всего, я думаю, мы научимся на плохих примерах, как не нужно опровергать христианство, да, я подобрал самое лучшее. К сожалению, аргумент с теоремой Гёделя я, кстати, убрал отсюда, но он просто кринжовый и так далее, так далее, так далее. Ну вот, разобрал самые такие, сам тоже кринжовый, но вот с Гёделем я просто, ну, лень был на самом деле разбираться. Более того, там, кажется, проблем тоже вот-вот стока. Короче, поехали. В последние годы атеизм распространяется с невероятной скоростью. Все больше людей предпочитают атеистическое мировоззрение. Атеизм — это философская позиция, которая подразумевает отрицание существования Бога или богов. Другие определения атеизма мне кажутся странными и запутывающими, так как чаще всего не указывают на конкретную позицию или пытаются замаскироваться под позицию, которая уже имеет обозначение. Так, например, обозначать атеизм как отсутствие веры в Бога или богов мне видится неправильным. Ну, отсутствие веры, заметьте, не отрицание существования Бога, именно отсутствие веры. Так вот, так, например, обозначить атеизм как отсутствие веры в Бога или богов мне видится неправильным, потому что под отсутствие веры подходят такие позиции, как, собственно, атеизм, то есть, в кавычках, отрицание богов, так и теистический скептицизм, то есть, когда мы сомневаемся в существовании богов, и гностицизм, и многие другие направления. То есть, понимаете, очень странно получается так, когда у нас под атеизмом понимаются два слова, два множества, соответственно, и одно из этих множеств входит в другое. Это очень странное положение дел, то есть мы можем употребить слово атеизм как... Вот, я отрицаю, я не верю в богов, я отрицаю их существование, богов нет, это моя позиция. Вот она, кстати, она так и звучит обычно, да, вот, вот, нет, нет богов, богов нет, я вот в этом убежден. И, безусловно, это, ну, радикально отличается от другой позиции. Не, ну, я не знаю, есть боги или нет богов, может, они есть, может, их нет, я не уверен, я сомневаюсь. Я что-то вот не слышал от скепти... от этих... от атеистов вот таких речевок, поэтому мне думается, что обозначать атеизм как, соответственно, позицию, согласно которой вы просто не верите в существование богов, ну, принципиально неправильно. Атеист это все-таки человек, который в своих убеждениях склоняется к тому, что бога, богов, вот, вот нет, короче, вот так вот. И по-другому я не вижу атеизм, и мне кажется, это было бы неправильным словом употреблением, если бы люди понимали под атеизмом еще и такую позицию, когда человек сомневается в боге. А, кстати, стоп, а что еще под верой понимается, не совсем понятно в конечном итоге, ведь есть два разделения на веру и знание, то есть атеистом будет являться человек, который знает, что бог есть. То есть вера и знание разные термины, да, они традиционно, философии вообще в принципе разделены. Отсутствие веры в бога. Я замечу, что большинство течений религиозного характера, ну, кроме христианства и некоторых других, они не верят то, что бог есть, они утверждают, что знают, что бог есть. То есть это тоже атеизм получается. Формально по определению, да. Ну, это тоже разновидность атеизма. То есть когда человек не верит, что бог есть, как христиане это делают, но знает, что боги есть, значит, это атеизм. Плохое определение, ужасное определение, отвратительное определение. Нельзя, нельзя его применять, в общем-то, понимаете, невозможное определение, очень глупое. И парадоксы очень странные, с ним связанные. Основная проблема такого определения заключается в том, что понятная позиция атеизма, как отрицание богов, включается в другое общее множество, носящее такое же название и порождает многочисленные путаницы. Очевидно. Очевидно. Почему это плохо? Ну, потому что путаница, потому что усложнение. Потому что непонятно, а что ты вообще думаешь. Ты говоришь, я атеист, а я на тебя смотрю, я не понимаю, кто ты. Ты там скептик, ты, может быть, шиваит вообще. Ты знаешь, что шива существует, ты не веришь в него, ты знаешь, что шива существует. Ты атеист, лоу. Игностик там, или радикальный агностик, или скептик. Кто ты вообще там, что ты такое, называющая себя атеистом, по этому определению непонятно. Так вот. Более того, научные атеисты не хотят ассоциировать себя с прочими атеистами, которые при неверии в богов могут верить в духов, карму, магию и прочие мистические вещи. Хотя чисто формально, да, отрицание существования богов, оно, в принципе, не обязательно подразумевает, что вы отрицаете карму, магию, мистическую всякую вот эту вот, и мистические всякие значительные штуки такие. Просто, если вы атеист, то в вашем мировоззрении нет богов. И поэтому есть несколько разновидностей атеизма. Ну, научные атеисты назвали это так, что есть научный атеизм и стихийный атеизм. Мне такое определение тоже не нравится, потому что оно исходит из одного догматического сообщества, которое вам навязывает определение и навязывает деление. Ну, что поделаешь, в общем-то, ну, что поделаешь. Так вот, под стихийный этот самый атеизм, ну, можно подписать огромное количество учений, течений религий, религий, философий и так далее, так далее, так далее. Вот. Ну, и отсюда рождается другая группа определений, которые требуют от атеиста скорее придерживаться чисто естественной установки. Вот такие вот атеисты, которые придерживаются чисто естественной установки, мы называем их научными атеистами. Так вот, классический атеизм, понимаемый как отрицание существования богов, существует с глубокой древности и проявлялся уже в учениях некоторых софистов, например, Продик. Другие античные атеисты, например, Эвгемер, пытались в качестве аргумента дать некое теоретическое описание того, что собой представляют религиозно-мифологические представления его современников. Что, кстати, было относительно продуктивно и интересно для своего времени, когда человек, ну, в принципе, один из немногих, может быть, один из первых, начал осмыслять сам феномен религии. Ну, еще слова «религия» не было, и мы поэтому можем говорить только о религиозно-мифологических представлениях, да, вот в такой вот завуалированной формулировке. Потому что в каком виде религия существовала в античности и в каком она существует сейчас, это абсолютно разные вещи. И насколько античную религию можно называть религией, это очень хороший вопрос. И тут надо уже смотреть, какие определения религии мы применяем, безусловно. Так вот. К большому сожалению, прошли времена, когда критикой разных форм теизма занимались люди, ведущие передовые для своего времени религиозные исследования. А кого мы здесь можем назвать? Что же это за люди, которые, в общем-то, вели передовые для своего времени религиозные исследования? Ну, это представители разных философских школ. Это представители разных философских школ, ну, начиная от философии просвещения, где люди буквально тематически пытались разобрать, что такое религия. Это представители, я не знаю, какого-нибудь постгегелианства, типа там Штирнера, Фирбаха, Маркса. Люди пытались в рамках своих систем описать, что такое религия, учитывали разные, в общем-то, вариации этих самых религий, рассматривали, как религии работают по их представлениям. Может быть, даже ошибочным, но их представлениям. Для этого им приходилось много читать, много изучать, находиться в дискурсе. Ну, и один из моих любимых персонажей здесь, это, безусловно, Ницше, потому что Ницше, он попытался прорваться в сердцевину религии, понять, как она работает, что движет религии на самом деле. И ответы Ницше, они не настолько тривиальны, как у современных атеистов, я замечу. То есть, это очень интересные ответы, которые, может быть, и не являются абсолютно и понятной, и однозначной критикой, которую следует на 100% принимать. Но там есть о чем побеседовать, так скажем. Темы, которые Ницше в контексте религиозного сознания поднимает, они крайне интересны. И они заслуживают нашего внимания все же, ввиду того, что они не тривиальны. Они претендуют на некую глубину. И в эту глубину все же придется нырнуть, если мы хотим хорошо, ну, если мы, будучи христианами, кто-то, будучи христианином, хочет реально ответить Ницше, придется туда нырять, в общем-то, непосредственно разъяснять, выяснять и думать. Что, безусловно, тоже хорошо. В наши дни почему-то главными критиками теизма стали биологи по типу Докинза, Панчина, Дробышевского, научные журналисты по типу Сэму Харриса, Александра Соколова, физики по типу Лоуренса Крауса и другие люди, напрямую никак не связанные с этой темой, не понимающие ни религиозных предпосылок, ни философских аргументов. В рамках религии, конечно же. Да и вообще, в принципе, тоже. Люди, которые очень далеки от философии, люди, которые очень далеки от аргументации, люди, которые очень далеки от религиозного дискурса, от всего, что так или иначе связано с теологией, так или иначе связано с религией, вот эти люди крайне далеки. И проблема не столько в их образовании, ведь можно, будучи биологом, освоить философию и основные положения тех или иных религий. Проблема заключается в тотальном нежелании знакомиться с позицией оппонента, даже когда они сидят напротив и рассказывают о ней. Я бы, например, сказал, что вот эти вот люди, многие из них являются официально учеными с научными степенями, то есть в рамках своих специальностей они скорее адекватны, чем неадекватны. Это скорее люди, которые умеют аргументировать в рамках своей специальности, умеют работать в рамках своей специальности, ибо они бы не получили эти степени просто так, скорее всего, хотя бывают исключения, но неважно. Так вот, нет никаких оснований полагать, что в рамках своих специальностей они ужасны. Но вот, к сожалению, как только они выходят за пределы своей специальности, начинаются чудеса. Начинается магия и начинается нечто ужасное. И более того, самое плохое, что люди подкупаются на их авторитет это PHD, докторов наук, биологии, физики и так далее, так далее, так далее. То есть многие люди, сиентисты, научные атеисты, готовы проглотить любую ерунду, которую вот эти замечательные персонажи скажут в адрес религии просто так, без каких-либо особых доказательств. Вот вам аргумент, скажет Докинс, вот я вам представляю аргумент. И какая разница, что этот аргумент, например, построен на типичной ошибке пугала. Докинс сам придумал какую-то проблему в рамках религии, сам ее описал в очень упрощенных чертах, абсолютно все сделав не так, как это обычно описывается. И вот он вам преподносит очередной аргумент, и вам остается его просто воспринять, скушать и потом распространять. При том, что любой верующий человек, когда услышит этот аргумент, то он просто пожмет плечами и скажет, ну это просто не так, мы так никогда не считали. А вы будете игнорировать это, что самое главное, потому что у вас свои кумиры. Докинсы, Панчины, Сэма Харриса, Соколовы, Краусы и прочие ребята, которые, к сожалению, очень плохи в аргументации против религии. Ну не только в ней, но люди обычно много в чем плохие. Ну вот это одна из тех областей, в которых эти люди крайне плохи оказались. Вышеперечисленные люди стали кумирами атеистов по всему миру. Но это лишь огорчает, так как аргументы, которые они используют, либо давно разобраны атеистами, либо не имеют никакого отношения к разбираемому предмету, либо вообще поддерживают позицию той или иной религии. Неожиданно, да? Давайте попробуем разобраться с плохими аргументами современных атеистов и предложить альтернативы, которые помогут сделать их аргументацию лучше. Но для начала стоит заметить, что многие атеисты страдают проблемой ложных обобщений. То есть они любят переносить свою критику, направленную на христианство, на другие многообразные религиозные системы, что почти всегда нелепо. Более того, большая часть атеистов плохо знакома с христианством. И чаще всего встречается с экстраполяцией неправильных представлений о христианстве на другие религии. То есть очень печально, когда человек даже пытается экстраполировать критику христианства на другие религии, но он даже христианство не понимает. Это очень типично, это очень интересно. Но, кстати, здесь есть еще одна интересная параллель, когда люди говорят про религию, христиане даже, они часто экстраполируют христианство на понимание других религий. Что, кстати, имело место в начале становления такой дисциплины, как религиоведение. Ну, одним из первых таких больших религиоведов были сами миссионеры, которые приезжали на места в Индию, Китай и в разные другие регионы. И они писали тексты о том, как там все у них устроено, и как у них там все работает у этих религий. И пытались постоянно проводить параллели со своей религией. Отсюда, может быть, тоже растет ряд таких своеобразных проблем, которые были далеко не сразу замечены религиоведами, кстати. То есть, 20 век уже, это как бы такой век разбора предыдущих ошибок, которые были вызваны неправильными пониманиями, ну, неправильными определениями религии, ну, как бы вам сказать. То есть, было некое множество религий, и туда поместили много всяких предметов. Оказалось, что это множество, то, как оно было определено, оно было составлено, ну, вот неправильно. И постепенно, если бы мы... Нам пришлось расширять это множество на более общее, как бы, в общем-то, определение. И в этом определении религий, кстати, очень много, но это все не важно. Поехали дальше. Отсюда и вырастает критика большинства современных научных атеистов. Они пытаются критиковать не конкретные религии, а свои карикатурные представления о них, что выливается в ряд довольно глупых аргументов, которые почему-то распространились и стали популярными. Введение закончено. Теперь поехали. Эти шикарные аргументы, давайте. Этический аргумент. Одна из самых слабых групп аргументов – это аргументы этические. Мол, откуда в мире существует зло, если Бог является всеблагим? Мы, кстати, даже не спрашиваем о том, что такое всеблагой, какие ограничения у этой всеблагости и так далее, так далее, так далее. Еще всемогущество здесь приплетается. Атеисты опять очень любят трактовать слово всемогущество. Это значит, что он всеблагой, то есть он всем дает благо по дефолту, просто по дефолту всем благо, и он всемогущий. Значит, он по дефолту может дать всем благо, потому что он всемогущий, в общем-то. Проблема заключается в том, что чаще всего это понимается немного не так. У христиан вариаций много разных, поэтому пояснять я точно здесь не буду. Нужно конкретных авторов выцеплять и смотреть, как они это все разбирали. Проблема заключается в том, что ответ на этот вопрос содержится на самой поверхности того же христианства, к которому и направляют его. Достаточно прочитать первые несколько страниц Библии, чтобы получить на него ответ. Я надеюсь, что люди понимают одну простую вещь. Дело не в том, что было ли грехопадение на самом деле. То есть, опять же, грехопадение, свобода воли, подобие Бога, вот это вот все сразу же пойдет здесь. И вопрос не в том, что грехопадение было на самом деле. Вопрос в том, противоречиво ли грехопадение во взгляде самих христиан или нет. Христиане очень много работали над данной темой. Дело в том, что есть люди, которые считают, что мир создал вполне конкретный Бог с конкретными атрибутами. Вы пытаетесь их опровергнуть. Используйте аргументы, которые должны их удивить, заставить задуматься и отказаться от их мировоззрения. Потому что этот аргумент, он указывает либо на противоречие, либо приводит к какой-либо колоссальной проблеме, которую человек не способен разрешить. Именно в его мировоззрении вы начинаете работать с мировоззрением человека. Аргументация по-хорошему это работа с мировоззрением человека. И проблема этического аргумента заключается в том, что его сила полностью нивелируется первыми страницами Библии и самыми частыми ее трактовками. Удивительно, но христиане сами долгое время разбирали проблему зла. Как это в мире зло есть? Почему так много страданий? Вообще христианство это одна из религий страдания на самом деле. Это религия, в которой тема страдания поднимается на самые первые, в общем-то, знамена. Как и у буддизма, кстати. Христианство очень страдательная религия. И сам сюжет с Иисусом Христом, который принес себя в жертву и начал страдать, в общем-то, довольно тоже символично в данном случае. В общем-то, да, христиане создавали разные системы, в которых сохранялась всеблагость Божества. Как бы она там не понималась, ваша всеблагость. Объяснялось существование зла в мире. Ну, например, у нас имеется свобода воли. Свобода воли – благо. Бог даровал всем свободу воли. Теперь люди сами решают, что делать, добро или зло. Как решают, выбирать ли им добро или нет, так скажем. И, к сожалению, из-за выбора людей происходит зло. Более того, как следует еще понимать грехопадение? Ведь за грехопадением, на самом деле, упал и весь остальной мир, соответственно. Ну, в рамках некоторых трактовок, опять же. И у нас получается еще одна интересная картина. Многие претензии, которые могут, в принципе, строиться у разных атеистов, соответственно, они не учитывают разные позиции христиан. Ну, например, существует позиция, согласно которой, вот животные, до того, как люди упали, соответственно, произошло грехопадение. Они как бы в миру жили. Они друг с другом дружно жили, не ели друг друга, не убивали. В общем-то, вот такая вот вам теория эволюции. Это грехопадение было. Какая-то странная, да, непонятная. Но вот она такая, такие представления. Ну, и, соответственно, весь мир упал вместе с людьми. Люди упали. И все зло в мире появилось вместе с людьми. Животные начали убивать друг друга, когда люди... Произошло грехопадение. В мире начали происходить какие-то проблемы колоссального масштаба, когда у людей произошло грехопадение. Да, христианство очень антропоцентричная религия. Не антропоморфная. Бог не антропоморфный, но вот она антропоцентричная изначально была. И многие вещи вращаются именно вокруг человека. Сюжет, вращающийся вокруг человека. Вопрос, насколько это противоречиво, непротиворечиво. Вот куда надо копать, понимаете? То есть вы прямо по поверхности, бывает, атеисты, копнули и не докопнули до самого низа. А ведь внизу находится тотальный антропоморфизм. Ну, чаще всего тотальный антропоморфизм, в котором целый мир создан Богом для людей. И, соответственно, свобода воли тоже благо, но для людей свобода воли рождается все же зло. Но человек может выбрать, самостоятельно выбрать. Если раньше он не мог самостоятельно выбрать, теперь он может самостоятельно выбрать между добром и злом. Что поможет сделать людей, так знаете, подлинно добрыми в итоге. Так скажем. Это одна из основных тем для христиан. И, в общем-то, с ней приходится иметь дело. На что же может быть рассчитан аргумент, который буквально вписан в христианство и является его составной частью с самого возникновения этого религиозного течения? То есть вы представляете себе? Христиане уже знают, что, в общем-то, в мире существует зло и Бог Всеблагой. В общем-то, да? Да, они реально уже знают. Вот в мире есть зло. Христиане не отрицают существование зла. Для них это не сюрприз, для них это не секрет. В общем, вы не поверите. И вы получите несколько разных ответов от представителей разных, в общем-то, конфессий и так далее, и так далее, и так далее. Радуйтесь. И не только конфессии, еще разные философы христианские вам дадут по несколько ответов на этот вопрос. Я искренне считаю, что этические аргументы против христианства по большей мере бесполезны. К этому относятся аргументы по типу, какой благой Бог может смотреть на изнасилование ребенка? Какой ужас, да? Он, наверное, глаза вот так закрывает. Ладно. Возможно, ребенку воздаться как мученику, и в итоге его ожидает благо и блаженство. Он в вечность уйдет, это благо и блаженство. Да и вообще это никак не противоречит христианству. Здесь нет противоречия. Да, есть Бог всеблагой, есть люди, которые творят зло. В том числе. И большинство людей склонны ко злу, потому что произошло грехопадение, соответственно. Вся схема, она существует. Она как бы непротиворечива, она в какой-то или иной мере работает. Другой вопрос, было это или нет, это уже другой вопрос. Ну, раз уж этический аргумент, здесь противоречия нет. Понимаете, ваш этот этический аргумент никому противоречию не приводит. Христиане знают, что есть Бог, и христиане знают, что, в общем-то, происходит изнасилование детей. И у них это не вызывает никаких противоречий. И это нормально. Потому что они слово всеблагой понимают несколько иначе. И под благом понимают нечто другое. И вообще христиане очень нормально принимают страдания. Если буддизм это попытка убежать от страданий, так скажем, скрыться от страданий в тотальном покое, то христианство, наоборот, это попытка жить вместе со страданием, научить страдания преобразовывать твой внутренний мир к благу, так скажем. То есть христианство манипулирует страданием так, чтобы сделать человека более нравственным, более этичным. Ну, опять же, с точки зрения христианства. Если использовать какие-то нравственные этические аргументы, я бы на самом деле лучше бы обращал внимание на сами грехи, на то, как они устроены, и как они работают, если Бога нет. То есть, понимаете, в чем тут еще одна проблема? Этический аргумент нужно формулировать, на мой взгляд, в контексте объективной морали. Вот. И здесь начинается очень интересное. Конечно же, христиане считают, что объективная мораль – это та мораль, которая им не спасал Бог. Смотрим грехи, смотрим грехи. И допускаем, что Бога нет. Приходим к христиане и говорим, допустим, Бога нет. Допустим, Бога не существует. Ты говоришь, что вот эти моральные ценности, они объективны. Ну, ладно, убийство там еще куда не шло, хотя убийство везде происходило, в разных местах и в разных сословиях. То есть, история нам показывает, что представители разных сословий могли убивать друг друга чуть что. И, в принципе, мораль даже в одном и том же обществе, у разных слоев общества могла крайне разниться. Ну, ладно, объективная мораль, все дела. А что насчет сытно-плотно так покушать? Почему христианство запрещает сытно и плотно покушать? Что в этом плохого? Вот, объективно плохого. Да ничего, вроде бы. Наестся так. Так хорошо и сочно наестся, да? Почему чревоугодие – грех? Ладно, сладострастие. Да, когда-то могло быть грехом, потому что не было контрацепции, можно было передать много неприятных заболеваний, там, вот это все прелюбодеяние, инцест, вот это вот все, да? Вот сейчас у нас есть контрацепция, достаточно хорошая. То есть, залететь, ну, с большим трудом можно. Существует множество разных, в общем-то, способов защититься от всяких заболеваний за ППП тоже, да? Да, презервативы, там, и так далее, и так далее, и так далее. Почему прелюбодеяние – это плохо? Ну, вот если в презервативе, если с защитой, если все хорошо, почему это объективно плохо? Или ваша объективная мораль, она, как бы, во времени меняется? То есть, сегодня тогда это было плохо, сейчас это хорошо, или как это должно вообще функционировать? Вот, допустим, Бога нет, вы ни перед кем не отвечаете, все хорошо, все замечательно, и если ваша жена не против, если ваша жена не против, даже если и против, в принципе, это ваша воля, почему вы не можете ей, например, изменить, или почему вы не можете, например, совокупиться со своей сестрой, или почему вы не можете сделать вот это, это, это и это, почему это объективно? Если Бога нет, при условии. Если Бог и есть, и Он так завещал, окей, мораль объективна, конкретно это, если Он есть, вопросов здесь не ставится никаких. Вопрос, какова же объективность? Где эта объективная мораль существует, если все же Бога нет? Да, давайте так, давайте так поставим вопросы. Многие христиане, они здесь немножко, ну, скорее всего, просто ругаться начнут. У них произойдет небольшой разрыв шаблона, и будут большие проблемы. Что, кстати, часто замечалось. Но я думаю, грамотные христиане на это попробуют как-нибудь ответить. Ну, на самом деле, они, скорее всего, скажут, ну, Бог-то есть. Бог-то есть все-таки, да, да, честно, что Бог есть. И так далее, и так далее, и так далее. В любом случае, аргументация это сложный процесс, и с каждым она будет происходить индивидуально, поэтому тоже имейте с этим дело. Вот. То есть, тут нет, собственно, во всех этих вот этических аргументах, которые вот приводят обычно атеисты, в них нет, собственно, противоречия. Христианство и говорит о том, что в мире очень много зла, которое совершают конкретно люди. Но есть и благой Бог, который не вмешивается из-за свободы воли для людей, потому что он тогда нарушит свободу воли, то есть поступит неправильно. Вся ответственность за поступки лежит на людях. Вообще, в принципе, вся ответственность за все зло на Земле, включая зло, которое творят животные, катаклизмы, космические там, излучения, все это зло, все это зло лежит как на ответственность на людях, собственно. Вот. Опровергать христианство через наличие страдания то же самое, что опровергать биологию с помощью теории эволюции, ребят. Эта аналогия, она рабочая на самом деле. Просто потому, что эта теория эволюции встроена в биологию. Точно так же концепция страдания, концепция зла, все это встроено в христианство. Христианство хорошо знает про страдания и давно работает с этой темой. Ну вот не нужно, в общем-то, выдумывать. Политический аргумент. Религия используется государствами для порабощения и управления народами. Великолепный аргумент. Но тут проблема заключается прежде всего в том, что большинство религий в принципе либо преследовались государством, включая, кстати, ранее христианство, либо государство нейтрально к ним относилось. Есть ряд примеров, когда с помощью религии, да, действительно есть ряд примеров, когда с помощью религии правитель закреплял свои права на трон и продлевал свою родословную к самим богам. Там, там, египетский фараон, японский император, там, и так далее, так далее, так далее. Впрочем, кто сказал, что это неправильно? Почему порабощение народов это плохо? Как бессильные вертикали власти, ну, люди смогли бы объединиться? А бессильного и развитого общества, в котором есть мощные авторитеты, как могло бы произойти какой-то набор практических открытий, которые бы там распространялись? То есть, у меня есть подозрение, что на раннем этапе развития общества такое положение дел, оно было даже продуктивным, причем крайне продуктивным, очень продуктивным. Сильная вертикаль власти на раннем этапе развития человечества точно способствовала развитию технологий, социальных институтов. К сожалению, пещерным ученым и философам для передачи своих идей и продвижения практики необходим развитый социум, с культурой, языком и сильным государством. И, как показывает практика, это обеспечивается в том числе разными религиями. Хотя, опять же, не везде и не во всех случаях. Тоже оговорка такая. Данный аргумент можно переначать так. Религия плоха, потому что она способствовала развитию человечества. Ну, поэтому аргумент плохой. Вот и все. Такой, знаете, левацкий аргумент. Но они же способствовали ограничению людей. Они же способствовали их порабощению. О, какой ужас. Как будто бы это ужасно, да? Или так, верующие плохи, потому что они влиятельны, авторитетны и влияют на развитие мира. Да, да, они просто ужасны, судя по всему. Они просто ужасны. Влиятельны, влиятельны, авторитетны и влияют на развитие мира. Как же они отвратительны. Впрочем, с таким же аргументом можно подойти и к науке. Наука также является средством для порабощения людей. Ну, там оружие, военка, образование, куча всего. Что влияет на порабощение людей. И также обладает авторитетом для правителей и чиновников наука. Я напоминаю, что многие из этих правителей и чиновников закончили научные университеты и имеют даже корочки докторов и кандидатов наук. Следовательно, наука тоже плоха, тоже ужасна. Она тоже является средством порабощения. Нет, наверное. Наверное, вот здесь какой-нибудь рандомный АТИ скажет. Ну, наука, ну там, ну она это, в руках там всяких политиков. Может стать плохим оружием, а может быть там добром. Ну, религия точно так же. То есть, вы не можете одновременно придерживаться двух позиций. Мол, ну это будут просто двойные стандарты, так скажем. Вы не можете придерживаться сразу обеих позиций. Мол, если религия, если религия вмешивается в политическую деятельность, она плоха, да, религия как орудие политической деятельности тоже плохо автоматически. А вот наука, а наука классная, наука крутая, наука замечательная. Наука тоже самое, тот же самый инструмент, тоже воздействует на умы людей, тоже позволяет ими манипулировать с другой стороны, да. Но почему-то вот, ну вот-вот как-то вот она почему-то молодец все равно. А религия плохо, религия плохо, а наука молодец. Двойные стандарты это называется. Поздравляю. В общем, проблема в том, что в таком случае ваш аргумент за религию, он работает в том числе и на науку. Должен, просто обязан работать и на науку. Вы вряд ли можете как-то это вынести за скобки. Экономический аргумент обычно формулируется как-то так. Деньги являются высшим идеалом церкви. Ответ простой. Технически не являются у людей, как бы, христиан совершенно другие эталоны. Если мы говорим про христианство, то там как раз жадность является грехом. То есть странно говорить о том, что нечто является идеалом чего-то, если в основной программе это прописано как недостаток. Важно также понимать, что церковь спускает большие деньги на благотворительность. Я в целом советую изучить информацию о том, как устроены церкви на самом деле и почему они принимают донаты за услуги и вообще оказывают денежные услуги. Думаю, не секрет, что каждый храм это достаточно большое и специфическое по форме здание, которое требует постоянного ухода. Некоторые храмы имеют подворье, которое за один год может зарасти и стать уродливым, неприятным. И туда просто неприятно будет ходить. Для того, чтобы поддерживать храмы и подворье в хорошем состоянии, храмы нанимают рабочих и платят им зарплату. Кстати, я замечал, что зарплата таких рабочих по регионам несколько выше средней. То есть, если вы какой-нибудь средней руки рабочий или инженер, то можете попробовать устроиться на работу в храм. Там вам будут платить побольше, ну немножко, чем в какой-нибудь рандомной конторке. Ну вот, собственно, если вы просто там, знаете, мастер на все руки без образования, вы сможете найти себе место в храме. Там такие нужны и деньги будут не огромными, но нормальными. Более того, главные работники храмов это священнослужители, которым нередко выдаются автомобили, при том не самые плохие, вплоть до мерседесов. Если очень хороший работник, очень много чего, в общем-то, наслужил, в общем-то, вот вам, может быть, мерседес. Священник должен перемещаться по городам и пригородам, куда нет доступа на общественном транспорте. А потому очень часто бывает необходима машина. И то далеко не всегда он сам покупает себе автомобиль, но его отдают для пользования, и машина числится как собственность храма, заметьте. То есть, если вдруг ваш прекрасный священник провинится так или иначе, он лишится данного автомобиля. Автомобиль формально ему не принадлежит. Часто. Не всегда, но часто. То есть, чисто технически, это даже не его машина. Поп на мерседесе, где твоя вера, чаще всего просто нелепость и непонимание того, как вот устроена система. Бывают исключения, да, когда священник буквально наживается на прихожанах и церкви, но чаще всего речь идет просто об удобстве жизни и перемещении. Все же священник получает... Нормально. Немного, немало. Нормально, в общем. По какой-то причине атеисты думают, что священнослужители грязь сжевать должны, жить на улице и перемещаться только на своих двоих. К слову, чтобы это было возможно, тогда нужно еще больше храмов, ну, чтобы они ближе ко всяким, в общем-то, местам пребывания людей, да, находились. Это во-вторых, чтобы священный служитель без мерседеса и без машинки вообще просто на ногах перемещался. Больше храмов и нужно содержать еще больше священнослужителей. Ну, потому что дорога пешком много занимает, а священнослужители должны расходиться от храма в определенных направлениях разных. И, соответственно, вот вам кучу храмов еще построить и еще кучу священников завести. А, оказывается, проще автомобиль хороший. Дать человеку, чтобы он не ломался этот автомобиль. Причем автомобиль принадлежит скорее храму, чем священнику. Если священник там и простоволосится, его можно уволить просто, да, его можно, можно вот сказать, до свидания, господин священник. И дать машину новому священнику, который будет уже на ней, в общем-то, кататься и выполнять свои, в общем-то, обязанности. Оказывается, что купить машину одному священнику выгоднее, чем иметь десяток священников и еще там несколько церквей построить. Неожиданно! Сюрприз! Да, бывает. Ну и добьем данный аргумент тем, ну, неожиданно, для того, чтобы мировоззрение существовало и процветало, необходимо, чтобы оно было вплетено в экономику. Вау, господи! О, нет! Как такое может быть? Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не. Неудивительно, что все большие религии существуют в рамках экономической системы и получают некоторые средства от людей. Больше денег, больше храмов, больше подготовленных священнослужителей, больше семинарий и так далее. Обвинение религии в вовлеченности в экономику абсолютно бессмысленно, ибо любая большая и постоянная система может быть вовлечена в экономику. Например, наука вовлечена. Ученые, даже те из них, которые не приносят практические пользы, а их подавляющее большинство, если хотите, можем как-нибудь с этим поспорить. Я уже часто говорил, что большинство людей, которые носят титул, там, не знаю, кандидатов, докторов наук, результаты их деятельности не принесли никакой пользы. Ну, потому что мы включаем в кандидатов, докторов наук, там, историков, психологов, социологов, философов, там, и всех остальных, да, гуманитариев, там, разных, да, и представителей физических наук, да даже иногда и практических, они не так физичны и практичны, как может показаться на самом деле. То есть, на самом деле, КПД работы науки, практическая КПД, если мы так будем рассмотреть, оно очень низкое. И наука, прежде всего, состоит из ошибок, провалов. Ну, а люди за эти провалы, знаете, что делают? Деньги получают. И им выписывают многомиллионные гранты, вообще-то, за деятельность, которая нередко сводится просто, ну, считайте, к неэффективной работе. И пропаганде существующей научной парадигмы, которая, в свою очередь, вполне может оказаться ложной. Вау! Вау! Нифига себе, да, какое интересное положение дел. То есть, у нас есть огромное количество бесполезных людей в науке. Опять же, могу это подтвердить многими способами, можем как-нибудь об этом поспорить, да. И вот, соответственно, куча бесполезных людей. И основное занятие, полезное относительно, это пропаганда существующей парадигмы в науке. И деньги за это идут. Хм, что-то мне это напоминает. То есть, в науке, что неудивительно, ведь свою организацию и структуру наука позаимствовала у христианства. Тоже неожиданный сюрприз для многих атеистов. Существуют люди, занимающиеся преимущественно миссионерской деятельностью и получающие за это деньги. Которые часто превышают средние зарплаты по стране, ну и по региону и так далее, так далее, так далее. Если в России это далеко не всегда большие деньги, но довольно часто выше среднего, то на Западе ученый может получать топовую зарплату. Ученый на Мерседесе, где твоя наука? Хочется спросить неожиданно. Ну, честно, если так посмотреть, научные сотрудники получают не очень большие деньги даже по России. Ну, доцент, нормальный доцент в нормальном университете, но с ракет по гуманитарным дисциплинам получать может. Если у него полная ставка, да, конечно, полная ставка, лучше сразу устраиваться на полную ставку. Если его там немножко не затюкали, в общем-то, всякими формальностями. Если его, ну, в общем-то, не попытались таким образом зарплатно унизить на одну четвертую ставки или на одну вторую ставки. Вот полная ставка доцента, ну, это в районе сорокета. Ну, вот это нормально. Причем доцента именно под всякой там философией, искусствоведением, вот таким вещам. А если речь идет про специалистов более практических, прикладных дисциплин, то там и побольше может быть зарплата, и поприличнее может быть зарплата. То есть, ну, в любом случае, 40 тысяч и даже 30 тысяч, больше, чем 20 тысяч. Многие люди без образования за двадцатку могут работать. Ну, да, доцент работает в России, ну, вот нормальный доцент по гуманитарной дисциплине, которому повезло устроиться нормально на полную ставку в нормальный вуз, там, типа, горного университета или еще чего-то такого. У него зарплата может быть сорокет. В два раза больше, чем получают люди без образования. Ну, нормально, конечно, мало, конечно, можно было и больше, но все равно нормально, короче. Условно, прилично, прилично. Он мог бы быть беднее, соответственно, мог бы быть беднее, но при этом он хорош. Он хорош, он немножко доминирует. А у доктора наук, ну, там, и 60, может быть, на самом деле, еще больше. Еще и гранты, да, и к этим 40 мы еще гранты прибавляем. Если побеждает человек, там, хотя бы раз в год, хоть в каком-то гранте, и хотя бы раз в несколько лет участвует в грантах и побеждает. Там, там, миллиончики можно даже по гуманитарным дисциплинам иногда поделить, но иногда сотни тысяч можно поделить. То есть, периодически может получиться очень мило, на самом деле. По деньгам, особенно некоторые годы, могут быть крайне успешными по деньгам у ученых. Ну вот, ученые на Мерсе, где твоя наука? Хочется еще раз вопросить. Вот, вот, почему-то многие аргументы научных этих атеистов, они легко используются против науки, что, кстати, тоже еще один такой, знаете, недостаток. Такое, знаете, что ли, ханжество такое, мол, верующие, верующие, а ну-ка давайте, а ну-ка давайте нашим моральным каким-то абстрактным предположением, в общем-то, давайте сосоответствовать. Так, антологический аргумент. Давайте посмеемся дальше. Бога нет, потому что его кто-то должен создать. Этот аргумент аналогичен аргументу мира нет, потому что его кто-то должен создать, да? Ну, тогда мира тоже нет, получается. Аргумент представляет собой тотальную глупость и должен строиться на посылке. Нет ничего такого, что не было кем-то создано. Да, и поэтому Бога нет, потому что его кто-то должен был создать. Ну, давайте перенесем данную посылку в любое другое рассуждение. Сингулярность существовала, да? Значит, ее кто-то создал. Следовательно, Большой Взрыв тоже кто-то создал. Или как это работает? Или не все, что существует, должно быть кем-то создано? Тогда посылка не работает. Это просто гениально. Бога нет, потому что его кто-то должен создать. Что? Христианство, я кстати отмечу, исходит из аристотелевской посылки о том, что у всего есть единое начало, которое само по себе является безначальным. Ну, не только аристотелевское. Ну, прежде всего, Аристотель нам здесь примечателен и замечателен, потому что значительная часть аргументации, следующие аргументы существования Бога, там, у всяких мыслителей, они нередко отсылают к Аристотелю нас. Особенно аргумент движению. Как раз на этом основании, что строится этот аргумент, мол, Бога должен был создать другой Бог, а этого еще один, ну, то есть, наоборот, на нарушение этой посылки. То есть, у нас получат дурная бесконечность, и поэтому получится парадокс. Бога нет, потому что его кто-то должен создать, этого Бога должен был создать другой Бог, и третий Бог, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и так до бесконечности дурная бесконечность, ну, следовательно, рассуждение типа неверное. Вот. В общем, довольно странно. При этом христианство в своих истоках так и поступало. Оно утверждает, что у мира есть единое начало, и не постулирует никаких других начал. То есть, христианство разрешает эту проблему Богом непосредственно. Аристотель решал эту проблему перводвигателем, христианство решает эту проблему Богом. То есть, не уходит в дурную бесконечность. То есть, было начало, и это начало для христиан Бог. Очень странный аргумент, который вообще бьет мимо христианства, антологический так называемый аргумент, где я его скачал и увидел. Более того, сама формулировка «Бога нет, потому что его кто-то должен создать» звучит необоснованно. Почему Бога кто-то должен создать? С чего бы это? Христиане где-то что-то там не досмотрели, что ли? У них кто-то должен Бога был создать? Непонятно. Следующий аргумент – это антропологический аргумент. Еще одна смешная вещь. Бог антропоморфный, значит, он продукт человеческого мышления. Вот так эта штука формулировалась. Ну, начнем с того, что в ряде религий, например, в христианстве Бог не является антропоморфным. Во-вторых, нет не значит. Почему нет не значит? Я не знаю, надо это объяснять, не надо, но я объясню для особо одаренных. Ну, видимо, люди, которые используют такой аргумент, они, ну, особо одаренные, в общем-то, да. В общем, многие популярные аргументы атеистов строятся на ложном следовании, где просто утверждается «Х значит Y», но прочие посылки не прописываются. Сразу же возникает вопрос. Все антропоморфное является продуктом человеческого мышления? Ну, чтобы так заключить, это нужно, да, сделать. И какой предел этой антропоморфности? Например, если все антропоморфно, то является ли обезьяной антропоморфной? В некоторой степени, наверное, является. Значит, она продукт человеческого мышления? Нет, вроде бы. Еще более очевидно. Есть неандерталец. Неандерталец очевидно антропоморфен. Ну, слушайте, стоп, давайте так. Давайте так. Египетские боги точно антропоморфны, правда, у них есть зааморфные всякие черты, головы и так далее. Они все равно антропоморфные же, да? Ну, неандерталец, у него тело очень похоже на человеческое, но лицо несколько отличается. Ну, с обезьянами во многом то же самое, просто они еще волосиками покрыты, они тоже антропоморфны же в этом плане. Ну, неважно, да? Ну, то есть, что, неандерталец, это продукт человеческого мышления и только? Давайте еще раз поясню. Для самых умных, для самых одаренных, в общем-то, клиентов палат. В общем, смотрите. Смотрите, как у вас выглядит рассуждение. Еще раз поясню, в данном аргументе существует спрятанная посылка. Вообще, вы его видите вот так. П1, бог антропоморфный. Вот вы утверждаете. С. Вывод, бог продукт человеческого мышления. Следования пока нет. Понимаете, да? Нету пока здесь никакой логики. Вы просто говорите там, Х значит Y. Но, чтобы Х значило Y, вы должны подразумевать некую посылку. Чтобы сделать это заключение, необходимо подразумевать посылку P2. То есть, посылка должна звучать так. Все, что антропоморфно, продукт человеческого мышления. И тогда рассуждение P1, бог антропоморфный, все, что антропоморфно, продукт человеческого мышления. И вывод C, бог продукт человеческого мышления. Получается абсолютно логичным. Но основная проблема заключается в том, что ни один, блядь, адекватный человек не скажет все, что антропоморфно, продукт человеческого мышления. Ну, 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 это шиза просто. Это как бы, как бы данная скрытая посылка, она безумна. Просто, 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 просто бам! Что? Что? Вот, не знаю, природа, не знаю, сотворила какое-то подобие рисунка человека где-нибудь там на скале. О, это продукт человеческого мышления. Ну, вот, например, да, просто антропоморфный рисунок. Причем созданный естественным путем. Что-то похожее. Мы же нередко наблюдаем в природе такие вещи, которые мы можем принять за человека. Значит, оно антропоморфное. И, следовательно, ну, у вас получается, что такие странные вещи становятся продуктом человеческого мышления, что... Ух, странно. Самое интересное, самое вкусное чайник Рассела и сравнение Бога с физическими объектами. Чайник Рассел отличный пример, как плохой аргумент исторически приживается в истории философии и начинает использоваться многими людьми, которым крайне тяжело думать собственной головой. Многие верующие... Ну, вот, формулируем этот аргумент, как он звучал у Рассела, цитата из Рассела. Многие верующие ведут себя так, словно не догматиком, надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот, скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землей и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто бы... никто не смог бы опровернуть мое утверждение. Добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заведали, что поскольку мое утверждение невозможно опровернуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако, если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, его подлинности твердили каждое воскресенье, и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающиеся достойным внимания психиатра в просвещенную эпоху, а ранее внимания инквизитора. Разбираем каждое предложение, которое было сказано. Начнем с разбора текста. С самого Рассела он называет себя скептиком, и тут же пишет безусловно, это очень интересно, интересная форма скептицизма. Вероятно, Рассел в принципе не понимал, что такое сомнение, даже в частных вопросах. Что говорить о единственной возможной форме скептицизма, абсолютном скептицизме? Как я часто говорил, скептицизм может быть только абсолютным, другие формы подразумевают догматизм, а сомнение, обусловленное догмами, в общем-то не является скептицизмом. Любые другие формы скептицизма, на так называемом, они обусловлены догмами. Квинтэссенция подлинного скептика сделать так, чтобы сомнение не было обусловлено догмами, любые формы умеренного скептицизма тут же отпадают. В общем, это мелочь, это лично мое, это личное, короче, не лезь сюда, убью. Во-вторых, важно понимать, что Бог и чайник не аналогичны друг другу, и концепция Бога объясняет огромное количество вещей. А подход через описание Богом порой даже проще и лаконичнее, чем попытка привязать все к постоянно выдумываемым физическим законам природы, которые нужны для подпорки все новых и новых научных теорий. В-третьих, то же христианство не говорит, что в Боге невозможно сомневаться, и верующие часто проходят через период сомнений и решения многих проблем. Рассел, к сожалению, за долгие годы, так и о своей жизни, гигантский срок жизни, человек, в общем-то, прошел большой путь. Он за долгие годы так и не понял, чем вера отличается от знаний, и почему знания противоречат сомнению, а вера, как менее радикальная форма догматизма, может к нему все же немножко приближаться. Неожиданно. Рассел не различает такие, на мой взгляд, очень важные фундаментальные понятия. Более того, следует не забывать, что и наука в образовании преподается точно так же, то есть через сдалбливание с детства в головы школьников, притом в современности религии в школах почти нет, не преподается, даже в русских школах это какой-то там один жалкий предмет, а об основах религии, да это вообще мелочь, это такая ерунда, это такой маленький, такой маленький, 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 маленький образовательный пучок, что на него можно даже внимания не обращать. А вот научная догматика продвигается безальтернативно, тотально и, в общем, абсолютно. Вероятно, противоположный метод в образовании крайне малодоступен, а потому появляются люди, которые верят в науку и абсолютно не способны анализировать факты, данные, теории, какими-то методами, кроме тех, которые им вдолбили. Любители науки, как и любители религии, ищут любое оправдание своим взглядом. Если получится доказать человеку, что факт это интерпретация, кстати, статья недавно вышла, а теория не истина, то он начинает препираться и придумывать моральные, этические, прагматические аргументы, то есть совсем незначимые с точки зрения познания вещи он пытается сюда приплести, лишь бы всеми своими силами спасти бедную науку, на которой опять кто-то наехал и опять кто-то ее попытался, в общем-то, унизить. И тут оказывается, что наука-то, она красива, она так красиво, классно все объясняет, самые простые объяснения дает, ну, по критерию Бритвокома. Критерий Бритвокома, ну, он эстетический характер носит, мол, простое лучше сложного, все. Ну, вот и все. Более того, не совсем понятно, почему бремя доказательства лежит на утверждающем, если мы говорим об атеизме. Если вы атеист, то вы отрицаете существование Бога, то есть утверждаете, что Бога нет. Вы понимаете, да, что ваша отрицательная позиция есть утверждение тоже, своеобразное. Мы ее очень легко в логической форме можем перевести в утверждение. То есть, то, что вы говорите, я отрицаю существование Бога, это буквально равно, я утверждаю, что Бога нет. Я надеюсь, это легко, да, это легко понимается, это, ну, базовый курс логики. Ну, ладно. В этом смысле вы находитесь с теистами в одной лодке. Если же вы скептик, то вы сомневаетесь. И да, вам в одном случае нечего доказывать, потому что скептицизм это отсутствие убежденности и уверенности, а потому вы хотите доказательств от обеих сторон и от атеистов и от атеистов. То есть, и более того, если вы скептик, вы, скорее всего, одинаково оцениваете обе стороны. Вы такие, ну, вот эти мне сейчас докажут, вот те мне сейчас докажут, кто-то мне сейчас докажет, что Бог есть или его нет, или агностики мне докажут, что познание Бога возможно или невозможно. Вот мы ждем скептики. Скептики это не атеисты, а вот у человека, называющего себя атеистом, как раз есть конкретные убеждения и утверждения, которые он продвигает. Почему скептик не должен ничего доказывать? Потому что у него нет убеждений и в конечном итоге он лишь рассматривает разные утверждения. Проведем здесь хорошую аналогию. Теисты это фанаты продукта под брендом Бог, а атеисты это фанаты продукта под брендом Бога нет. А скептики в теизме это неопределившиеся, какой из продуктов лучше и качественнее, какой им стоит выбирать. Соответственно, для скептика не может быть основным занятием поругания верующих или атеистов. Как-то так. Ну и соответственно, последний аргумент, любая, ну последнее дополнение к комментарию ученика Рассел, любая аналогия Бога и некого материального пространственно-временного объекта за венома обречена на провал, потому что Бог как раз и постулируется как вне временной и вне пространственной, а также не обладающий материальным измерением. Разница между Богом и материальными объектами принципиальна. Именно поэтому подобные сравнения и аналогии никогда не работают. Парадокс всемогущества. Легендарная штука тоже парадокс всемогущества, то есть может ли Бог создать камень, который не сможет поднять. Парадокс всемогущества строится на заведомо удобном для критика представлении о том, что такое всемогущество. То есть множество, множество всех множеств получается, по сути, да. Для большинства верующих всемогущество не означает, что Бог может буквально все, а потому может ли он создать камень, который не сможет поднять, да какая разница. Ну, то есть может и не сможет. Он все равно всемогущий остается. Более того, это не аргумент в пользу того, что Бога нет, это аргумент того, что Бог не является всемогущим в том смысле, в каком это используют люди, использующие данный аргумент. Этот аргумент применим только против тех верующих, которые понимают под словом Бог, всемогущество точнее, все то же самое, что и создатели этого аргумента. В реальности же многие понимают под всемогуществом достаточно высокий, самый большой уровень могущества, которого достаточно для того, чтобы создавать миры. То есть Бог может все, что возможно. Подобная игра слов в данном парадоксе строится аналогической ошибке Пугала. Ну, давайте такие шуточные аргументы. В космосе летал, Бога не видал, но Бога нельзя увидеть, понятное дело, Бог не есть видимый объект, даже в теории христиан. Ну, в общем-то, Бог не существует в рамках пространства и времени, и ввиду этого, ну, не то, чтобы летал, не видал, ты не только его не увидишь сам, ну, ты его и в микроскопу не увидишь, нигде, короче, его не увидишь. Ну, и самый кринж, Бог это бородатый дед, сидящий на облаке. Буквально ни один полноценный образованный христианин не верит в Бога, как в мужика, сидящего на облаке. Давайте сейчас Шадов немножко попричитает, как должны выглядеть хорошие аргументы против христиан и прочих верующих. Поехали. Хорошая аргументация, в принципе, строится на внимательном рассмотрении позиции оппонента, ее изучении, поиске противоречий и проблемных мест, которые сам оппонент готов увидеть проблемными. Высшая степень аргументации, это когда вы, когда с вами в вашей правоте согласился соперник. То есть, вы должны подразумевать, что у вас может быть такой соперник, у которого есть ясная и понятная позиция, которую вы вместе с ним готовы, можете разобрать. Все начинается с ознакомления с позицией отдельных людей. Довольно трудно опровергнуть такую абстракцию, как религия вообще. Тоже довольно проблематично иметь дело с какой-то одной мировой религией, потому что все они делятся на конфессии и учения, коих может быть несколько десятков, как это произошло, например, с буддизмом. Нередко, критикуя мнение представителей одной конфессии, вы выступаете на стороне другой, потому что они, может быть, в свое время отделились от основной ветви, вот по тем или иным причинам. Первое, что нужно понять, мир религиоведения крайне сложный, многообразный и многоуровневый. Нет никакого христианства, буддизма, ислама, иудаизма, как некого целостного течения, течений, точнее, в которых все люди придерживаются одних и тех же неразвивающихся убеждений. Любая религия это абстракция, в рамках которой происходят многочисленные изменения в веках, во времени, в каждом отдельном человеке. Религия это процесс, в который вовлечено огромное количество людей, имеющих определенную вариативность взглядов. Притом, ну да, есть какие-то базисные знания, на которые религиозные люди базируются, которые они так или иначе используют. Да, такое существует, безусловно, но надо очень точно попытаться определить, чего придерживаются те или иные религиозные люди. Ну, например, если вы собираетесь разбирать христианство, то я рекомендую начать просто с изучения символа веры. Чтобы просто понимать, о чем идет речь, но чтобы вы под раем, например, не понимали какое-то там место в космосе, чтобы вы понимали, что христиане зачастую верят в воскресение, воскрешение, вы воскреснете в этом мире, в супертелах, все будет классно. Ну, в общем, смотрите, веруя во единого Бога, Отца Вседержателя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога, истинного от Бога, истинного рожденного, несотворенного, одного существа, одного существа с Отцом, заметьте, это важно. То есть, это не три разных Бога, во-первых, это все ипостаси одного и того же Бога, это тоже важно заметить, да, через которого все сотворено для нас людей и для нашего спасения, сошедшего с небес, воспринявшего плоть от Духа Святого, Дух Святой, да, и Марии, и Девы, и сделавшегося человеком, распятого за нас при Понтии и Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день согласно писаниям пророческими, вошедшего на небеса и сидящего Одесную Отца, и снова грядущего со славою судить живых и мертвых, царству его не будет конца, и в Святого Духа Господа, дающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого равночестно с Отцом и Сыном, говорившего через пророков, и в единую Святую Вселенскую Апостольскую Церковь, исповедую единое крещение, восставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущую. Аминь. Вот. Это, кстати, тоже подвергается многочисленным трактовкам разных христиан. Это надо разбирать, надо смотреть, как конкретные конфессии это трактуют, надо смотреть, как конкретные авторы это трактуют. Вообще, в принципе, вы не можете разбирать суждения всех христиан одновременно, потому что их суждения даже по поводу вот этого будут разниться. Учтите, это тяжело. Критиковать христиан вообще в принципе тяжело, потому что это очень большая, очень разнородная, многовековая, двухтысячелетняя религия, которая долго развивалась, на базе которой базируется наше, в том числе, научное образование вообще-то, чисто вот технически, чисто формально, многие вещи взяты из христианских университетов и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы должны, на самом деле, с очень большим уважением относиться к христианству и понимать, насколько оно глубоко, многообразно, насколько много в нем всего вообще, всяких вариаций, и насколько христиане далеко готовы зайти в своих, в общем-то, предположениях. Ну вот, в принципе, символ веры это то, во что верят многие христиане. Его нужно научиться понимать и с ним работать. Также, если вы работаете над критикой религии, то необходимо читать многочисленные тексты, в которых разбираются те или иные вопросы. Уверяю, что в христианстве, что в буддизме, что в исламе полно не только текстов утвердительного характера, но и критики других религий, конфессий и позиций внутри самой этой религии. Неожиданно надо изучать литературу, с которой вы критически взаимодействуете. Необходимо читать ее внимательно, основательно, и искать там проблемные места, на которые нередко может указывать сам автор. Читать Библию почти бесполезно. Библия это не сбор тезисов, Библия это не собрание понятных и однозначных рекомендаций, Библия это не набор аргументов, Библия это просто Библия, это нарративный текст, в котором изложены определенные события, из которых можно сделать разные выводы. И эти разные выводы делали сами христиане неожиданно. То есть критикуя одно сообщество христиан по Библии, поняв те или иные события в Библии так, может быть вы даже попадете в какое-то христианское течение или секту христианскую или еще что-то. Может быть вы реально пальцем в небо ткнете в эту Библию и что-то там найдете. То вы все равно будете противоречить другим направлениям, что на самом деле для вас может оказаться крайне неприятно, вы вот старались, разбирали Библию, а это бесполезно. Да, с Библией тяжело, Библия не есть набор тезисов, к сожалению. Вообще мало религиозных текстов, это сугубо набор тезисов, хотя есть и такие. Более того, существует отдельный раздел с аргументацией разных религий, который называется религиозная философия. Имеет смысл изучить философию той или иной религии в достаточно большом ее многообразии и объеме, а также апостоле уже критиковать конкретных авторов или общие места из тектов той или иной группы авторов. Понимаете? И указывать на эту группу. Вот я критикую там, не знаю, францисканца, вот этого вот, или вот этих францисканцев, например, представителей вот этого университета, которые друг с другом в учительских там при отношениях находились, учитель-ученик в отношениях учителей-ученик их несколько. Вот такая цепочка мыслителей там, не знаю, каких-нибудь там томистов или еще кого-нибудь. Вот я их критикую, их положение, которого придерживались большинство томистов, вот оно. Соответственно, вот другое их положение, эти два положения мы не можем сопоставить вместе, потому что они друг другу там противоречат и так далее, и так далее, и так далее. То есть вы начинаете разбирать тексты, пытаетесь понимать, о чем идет речь, в каких смыслах, в общем-то, употребляются те или иные слова, и так далее, и так далее, и так далее. Иначе вы не критикуете просто. Действительно. Я в целом заметил, что атеисты редко знают о наличии хотя бы апофатического и катафатического богословия, и не знают о том, что существуют разные трактовки всемогущества, не знают о том, что многие обсуждения, которые сейчас ведутся среди атеистов, уже обсуждались с христианами, и некоторые течения в христианстве прямо базируются на учете тех аргументов, которые являются ходовыми в атеизме. Следующая проблема, которая нас интересует, это прежде всего те темы, которые продвигают христиане для поддержки своей веры в философии современной даже. Это прежде всего тема объективной морали, свободы воли, философии сознания. Почему эти темы вообще стали популярными? Ну, потому что они исконно христианские. Объективная мораль, ну, когда спорят про объективную мораль, редко говорят про карму или про что-то такое, да? Под объективной моралью понимается определенный концепт, который, знаете, искусственным образом отделен от христианства, но в случае, если объективная мораль доказана, то христиане могут сказать, ну, вот, есть объективная мораль, ну, и, соответственно, можно сделать там длинный логический скачок к Богу, например. То есть, пытаются доказать не мораль с помощью Бога, Бог есть, Он завещал нам мораль, завещать Бога, доказать Бога из-за того, что есть объективная мораль. А как она объективна-то, оказывается? Бог? Бог? Почти все христиане сторонники объективной морали, так или иначе. И это очень принципиально, да, если человек скрывает от вас свою религию и исповедует объективную мораль, он, он скорее религиозный человек. Не обязательно прям христианин, но он, скорее всего, довольно религиозен. Скорее всего, у него не просто так эта объективная мораль появилась, ну, либо противоречив, либо религиозен, либо противоречиво. Свобода воли тоже очень важна именно для христианства концепция. Ну и философия сознания, она очень близко к теме свободы воли идет сразу же, как такой комплекс. Да, не обязательно философия сознания должна быть, но так или иначе философия сознания раскрывается нередко в контексте философии души. И даже какой-нибудь Чалмерс, он указывает на то, что есть даже отдельная физическая сила, типа сознание, она такая вот, типа вот есть материя, есть сознание, дополнительно, такое вот, такое вот некое дополнение, которое имеет свою, в общем-то, проекцию. А чем эта физическая сила сознания отличается от души, честно говоря, да любой христианин может Чалмерса легко привязать к христианству, на мой взгляд. Так вот, так вот, как ни странно, основные ходовые темы современной аналитической философии, они крайне, они протохристианские, как ни странно. Ну и на мой взгляд, вообще-то аналитическая философия, это само предприятие очень схоластическое, христианское, базирующееся на, прежде всего, языковых критериях истины, ну то есть на банальной схоластике, болтологии, так скажем. Ну и ввиду этого мы получаем очень каноничное развитие идей христианской философии, споры о христианской философии, методами, в том числе, христианской, постхристианской философии. Напоминаю, а кем был Фреги? А кем был Фреги? Ну, шизом, платоником, короче, он был, ладно. Так вот, вот эти темы, безусловно, вызывают величайший трепет у христиан, и они, ну, с ними вам лучше всего разобраться. Рекомендую ознакомиться с разными сторонами данного спора, не только Денета читать, хотя Денет вам, наверное, будет конкретно для вас, как для атеистов, будет своеобразной Библией в данном вопросе. Вот смотрите, да, вместо того, чтобы читать там Лоуренса, Крауса по темам религии, Докинза, Панчина, Дробышевского, Денет еще пойдет, по крайней мере, потому что он разбирается, занимается конкретной критикой конкретных положений. Кстати, очень странно, что Денет стал популярным, достаточно популярным человеком, просто потому что он, ну, он относительно умнее Докинза в данных темах, вот, в атеистических, и он более-менее с этим связан, и более-менее разбирает разные вопросы, которые связаны с конкретными философскими проблемами. В общем, Денет, но не один Денет, не один Денет. Считайте соперников Денета, всех, кого Денет упоминает как оппонентов, и все позиции, которые он упоминает, вы читайте тексты по этим позициям, чтобы понимать, не ошибся ли сам Денет, правильно ли он понял своих оппонентов, и какие позиции у оппонентов. Это важно, тогда вы придете к большому, взрослому, зрелому спору, в общем-то, с христианами, и это не будет выглядеть так смешно, как обычно выглядит. Если же вы не обладаете никакими специальными знаниями ни в одной из религий, не изучали их, не имеете представления о разных авторах и трактовках, не знаете точные позиции представителей этих религий, воспринимаете аргументы против них из уст разных, недалеких, в религиоведении биологов типа Докинза, Панчина и Дробышевского, то как вы вообще можете быть уверены в том, что правда на вашей стороне? Как вы можете верить в то, что ваши аргументы что-то вообще критикуют? Ну вот задумайтесь, да? Вот перед вами люди, биологи, биологи вообще-то, да, которые претендуют на неспровержение религии, в которой они ничего не понимают. Вы уверены, что у них что-то получилось? Вы не хотите сами разобраться все-таки? Было бы неплохо. Я еще раз подчеркну, я не верующий человек, я не христианин, я не теист вообще, я не атеист, я абсолютный скептик, я придерживаюсь совершенно нейтральной позиции по всем этим вопросам. Я вот, я не знаю, мне интересно узнать, я хочу узнать, я заинтересован в том, чтобы узнать, может быть, чуть-чуть. Так вот. Но мне кажется, ни одна сторона ничего еще окончательно не доказала. И при этом, конечно, делать вид, что вы все уже заловнили всех, всех победили, ну, выглядит довольно нелепо чаще всего, в общем-то. И я бы советовал многим атеистам, потому что атеисты прежде всего в последние годы страдают от неаргументированности, глупости и поспешности. Среди христиан, как ни странно, тоже много, так скажем, глупцов, но среди них я встречал очень хорошо подкованных в философии людей, которые умеют что-то как-то где-то доказывать. Очень много людей я таких видел. То есть многие христиане, особенно какие-нибудь там люди, не знаю, закончившие духовные семинарии, более-менее что-то где-то слышали про философию, в ней разбираются, могут поднимать определенные темы, могут обсуждать определенные темы на довольно приемлемом уровне, в общем-то. То есть среди христиан есть прослойка достаточно умных и образованных людей, которые могут философскую беседу. Я хочу, чтобы больше атеистов тоже могли, так скажем. Я рекомендую все же отточить свою аргументацию, убрать неудачные аргументы, глупые, попытаться добавить более тонкие, более серьезные аргументы, хотя атеистов в философии их тоже приличное количество, они есть. И советую читать как раз их, атеистов в философии, не биологов каких-то рандомных, которые вообще на других вещах специализируются, а конкретно философов, атеистов, у которых главная тема их, ну или одна из главных тем их разбора, это атеизм. Может быть, там вы сможете почерпнуть какие-то интересные аргументы, какие-то интересные позиции, и в принципе сделать большие шаги вперед, и соответственно тогда, тогда, тогда появится прослойка таких вот уже, знаете, тоже таких же образованных, как и верующие в философии атеистов, и вы уже сможете более-менее некими массивами спорить. К сожалению, научный атеизм Докинза, Панчина, Дробышевского, это недоразумение, по большей части, это недоразумение, и, к сожалению, ну, мы уже все это увидели только что, это тотальное недоразумение, и непосредственно необходимо, соответственно, атеисту, если он хочет быть атеистом, достаточно аргументированным, достаточно обоснованным, провести очень большую работу над собой. То есть у вас, перед вами встает выбор. Либо вы делаете выбор к образованию, к изучению многих текстов, работе над многими текстами, тотального разбора многих текстов, и уже потом критикуете религию, либо ваша позиция, ну, просто необоснованна, ну, вы просто интуитивно выбрали, ну, типа атеизм мне больше нравится, например. Тоже возможно, на самом деле. Тоже возможный вариант. Большинство позиций мы выбираем скорее интуитивно, понимаете, уважаемые? И в этом нет ничего, на самом деле, плохого. Плохо, когда вы выбрали позицию интуитивно, но пытаетесь сделать вид, что вы очень аргументированы, в этой теме разбираетесь, овните всех христиан без остановки, и вы такой крутой, классный доминатор, а все там вокруг идиоты полные. Вот это плохо, на самом деле. Это некачественно. Это некачественно, это делает вас посмешищем, соответственно. Ну и вот, вот выбор, да? Выбор образования или олигофрения. Выбирайте. У вас есть возможность это выбрать. Вот Панчин, ему лень читать, Дробышевскому лень читать, Докинзу лень читать своих оппонентов, и слушать оппонентов тоже лень. Но мы с вами, мы с вами, если вы досмотрели эту лекцию до конца, надеюсь, тоже зарядились такой своеобразной энергией, и в конечном итоге эффективность вашей аргументации будет зависеть от того, насколько много вы прочитали, и насколько хорошо вы можете услышать вашего оппонента. То есть, я, кстати, всегда замечал, что чем интеллектуальнее человек, тем большим количеством дискурсов он может апеллировать. И вообще, я, мои зрители, они, в принципе, знают вот эту мою позицию, что я интеллектуальностью считаю доступ к максимальному числу дискурсов. Чем больше у человека доступ к разным дискурсам, чем под большее количество дискурсов он может подстроиться, не верить в них, Вот именно уметь работать с разными дискурсами. С дискурсом христианства, скептицизма, аналитической философии, может быть, какой-нибудь еще. Чем этого больше, тем он более умный, на мой взгляд, человек. Притом, владеть всеми дискурсами одновременно все равно невозможно. Более того, дискурсы постоянно появляются и становятся все больше и больше и больше. Но таким образом я как бы пытаюсь в вас пробудить ваш интеллект, так скажем. Посмотреть, насколько велики ваши атеистические интеллектуальные способности. Сможете ли вы защищать свой прекрасный атеизм, выйдя за пределы сугубо атеистического дискурса и посмотрев на другие дискурсы, приняв эти дискурсы серьезно, начав их серьезно разбирать и с ними работать? Если сможете, тогда это будет зрелый атеизм. Это будет полноценный атеизм. Атеизм, не базирующийся только лишь на вашей детской рандомной интуиции, которая просто вжух, и я атеист сегодня. Вжух, и я уже не атеист. А именно на аргументации, позиции, на каких-то доказательствах, на каких-то попытках хотя бы доказательствах. И что самое главное, на понимании ваших оппонентов. Понимание, что вам хочет донести тот человек, тот человек, этот человек. В общем, вот. Вот. И последняя красивая фраза, цитата Волка. Если вы игнорируете соперника в споре, то вы уже заведомо проиграли. Я всегда считал так, и я всегда, видимо, буду так считать. Настоящий скептик, да, вот-вот оно, я шучу на самом деле, но я недавно эту фразу придумал. Ну, это почти всегда будет выглядеть так. И, кстати, я постулирую одну интересную вещь, уважаемые атеисты, если вы меня смотрите. Докинс проигрывал почти все споры, в которых он участвовал с верующими. Я понимаю, что вам может это казаться не так, но у Докинса нету способности слышать своего оппонента. Он одни и те же те, он просто пропускает их мимо ушей обычно. Ему на них плевать. В то время, как какие-нибудь кардиналы, которые напротив него сидели, они пытались подстроиться, пытались учесть его позицию, пытались более тонко реагировать, апеллировать к философии. Докинс был абсолютно непробиваем, и поэтому он везде проиграл, на мой, по крайней мере, взгляд. Его аргументы почти всегда в молоко, так скажем, и он не умеет этого видеть, к сожалению. То есть, это очень печальная ситуация. Я надеюсь, что атеизм не зациклится только на Докинсах и прочих замечательных персонажей, а о персонажах уйдет значительно дальше. Я надеюсь, что более крупные прослойки атеистов начнут заниматься данной проблемой серьезно. Ну все, друзья, всего вам доброго, всем спасибо за то, что меня смотрели, я вас всех очень люблю и обнимаю. В общем-то, увидимся с вами на стримах. Стримы каждый день, кроме понедельника и воскресенья 18.00. В понедельник стрим неопределенный, может быть и 18, может быть и позже значительно, потому что у меня выходные. А может не быть вообще, потому что у меня выходные в понедельник обычно, да, но я обычно их не делаю, правда. А в воскресенье в 12.00 обязательно, друзья, приходите ко мне, приходите ко мне на стримы, я буду вас там ждать. И можем обсудить разные вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok